Слушатели были свидетелями волшебного мгновения появления искусства. Лайма и Саулюс являются и отличными знатоками своих традиций, так и опытными импровизаторами, которые могут разговаривать на одном музыкальном языке. Как признаются сами музыканты, их объединяет и любовь к гармонии, к свету души и радость делиться своим музыкальным богатством. Это подтверждается фактом, что до фестиваля они провели лишь одну репетицию. В концерте прозвучали не только латышская и литовская народная музыка, а также мотивы народной музыки Ближнего Востока, Китая, Австралии и музыки других народов. По моему мнению, музыка – это такое чудо, чудо встречи, если это можно так назвать. Музыка мира – это музыка полёта, и мы видим, как светится Саулюс. Есть влияние музыки разных народов. Несомненно, было влияние латышской музыки и Гула Мэйтыня. Ценители творчества Лайма привыкли, что и виртуолность Тигрена Кокла, и богатство звуков очень выражено и преобладают. Однако это был общий проект группы. Это был действительно тот момент, когда группа играла вместе. Мне кажется, было бы немного странно, если бы я сейчас вышла и играла бы одна. Но мои коллеги оставили место для соло и научились латышской музыке. На мой взгляд, был достигнут многосторонний внутренний баланс. Это не столько соло-концерт для одного или другого музыканта. Здесь играют все. Саулиус Петрейкиц – профессиональный трубач, однако очень любит традиционную и мировую музыку, к тому же самых разных народов. Он один из немногих мультиинструменталистов в Европе, кому принадлежит уникальная коллекция музыкальных инструментов со всего мира. На концерте тоже можно было услышать самые разные духовые инструменты. Саулиус постоянно ищет новое звучание, объединяя аутентичное и инновативное, экспериментирует с вибрациями. Сложно ли по-настоящему одновременно познать так много инструментов? Каждый инструмент можно освоить, необходима лишь тренировка и иногда наставление учителя. Мы, как профессиональные музыканты, можем понять музыку. В будни я профессиональный трубач, и это позволяет мне узнать эти инструменты. Нужно лишь тренироваться, вложить душу и сердце. Этого хватит. Лайма тоже в своем творчестве ищет все новые направления и принимает участие в различных проектах. С музыкой мира дело обстоит так, что ее можно понять и научиться, лишь играя с музыкантами этой культуры. И если мы посмотрим, сколько в мире стран и сколько есть народов без стран, мне кажется, что тут столько возможностей и перспектив, и это мне очень нравится. Ольга Гаваре, Артурс Анш, Марти Спутникс, Курзамское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok